Несколько игроков Амкара поучаствовали в отборочных матчах к чемпионату мира 2014 года. Константин Васильев сыграл за сборную Эстонии. В качестве капитана он вывел свою команду на поединок с Венгрией. Эстонцы уступили 0-1, а Васильев получил в игре желтую карточку. В составе Молдавии на поле появился Игорь Пекущак. Он отыграл 84 минуты и забитыми мячами не отметился. За команду Словакии, которая обыграла Латвию 2-1, сыграл Михаил Бризнаник. Полузащитник заработал Горчисник, а голов на его счету не оказалось. Еще один Словак, который получил приглашение на национальную команду, Мартин Якубка, на поле выйти не смог. Напомним, в 11-м туре чемпионата России нападающий получил серьезную травму. У него сломана челюсть. Как сообщает официальный сайт Амкара, форвард уже перенес операцию. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа. За это время игроку красно-черных установили 4 шурупа и металлическую пластинку. На восстановление Якубка потребуется порядка двух месяцев. Следующие матчи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира состоятся во вторник, 16 октября. Пермские медведи продолжают успешное выступление в Кубке Европейской Федерации Гандбола. Напомним, в первом отборочном раунде наши в двух матчах обыграли молдавский коллектив ПГУ «Картина ТВ». В втором круге соперникам выступил куда более серьезный клуб «Хвакер Тун» из Швейцарии. По обоюдному согласию сторон обе встречи состоялись в Перми. Противостояние получилось очень упорным. В первой игре медведям удалось контролировать ход событий. После первого тайма наши вели плюс 4. А во второй половине смогли нарастить отрыв в счете до 6 мячей. И в итоге праздновали победу 38-32. Впрочем, гости после этого поражения не расклеились и на следующий день вышли на площадку предельно мобилизованными. Практически на протяжении всего матча они лидировали. А поскольку в гандбольных еврокубках важна разница мячей по сумме двух поединков, то швейцарцы сохраняли шансы на общий успех. Все решилось на последних минутах. Пара атак соперника Пермики смогли отбить. В то же время важные мячи были забиты и в атаке. Несмотря на поражение 28-32, медведи продолжают свою еврокомпанию. После победы тяжелее уже играть. Конечно, хотелось бы выиграть сегодня. Но получилось так, что с самого начала игра не заладилась. Сразу проигрывали. Начали проигрывать мяч. Два. Так оно, в принципе, всю игру и держалось. Ну, слава богу, в конце 4 осталось. Вот. Прошли. Они почувствовали, что можно зацепиться с нами. И показали свой класс. Они потому, в Швейцарии, на хорошем счету, играли в финале Еврочелленджа, команды хорошего уровня. И они показали это для нас. И мы, как бы, первая игра нам просто хорошо далась. Мы все позавершали. Так бы, если мы в первой игре хуже сыграли бы. И сегодня намного тяжелее было бы. Нам из-за этого в первой игре сделали. И из-за этого, как бы, сегодня чуть-чуть полегче. Пермские медведи вышли в третий раунд Кубка ЕГФ. Следующий соперник определится в конце октября. Тем временем, хоккеисты Молота, выступающие в чемпионате ВХЛ, вернулись домой после выездного турне и готовятся к домашним матчам. Напомним, наши провели три поединка в гостях. Сначала по булитам термяки уступили хоккейному клубу Саров 1-2. Затем разгромили одного из лидеров сезона подмосковная Динамо 8-3. А в третьей встрече уступили Рязани 3-4. Из девяти возможных удалось взять 4 очка. В трех встречах было заброшено 12 шайб. Теперь пермякам предстоит провести три домашних матча. В соперниках «Саратовский Кристалл», «Буран» из Воронежа. А откроют серию игр на своем льду игра с пензенским дизелем. «Команда молодая. У них полкоманды. Практически играет молодежь. Играет молодежь. В том году играла в МХЛ в Нижнекамске. То есть там 91-й год ребята. Хорошие живые ребята. Быстрая командочка. Я думаю, что будет непросто». Матч между «Молотом» и «Дизелем» состоится во вторник, 16 октября. Начало игры в 19 часов. Прикамские фигуристы Мария Выголова и Егор Закроев продолжают выступление в рамках юниорского гран-при. На седьмом этапе соревнований, который проходил в Германии, наш тандем завоевал серебро. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.